В делегации, которая представит наш город на 6-м Всебелорусском народном собрании, 77 человек, 26 из которых являются членами депутатского корпуса. Алла Старикевич – одна из них. Бессменный председатель общественного объединения «Белорусский союз женщин» на протяжении 10 лет, депутат городского совета, а также директор средней школы номер 6 города Бреста, миссию представлять интересы брещан она считает почетной и ответственной. А необходимость поправок к конституции действительно актуальной. Конечно, приятная миссия для меня – быть делегатом Всебелорусского собрания. Тем более, работая в общественных приемных, мне приходилось слышать и пожелания, и высказывания общественности города. И мне, как депутату городского совета, на прием приходит как раз округ Киевка, как раз именно тут, где находится наше учреждение образования, тоже выходит, высказывает свои пожелания. И изменения в Конституцию наверняка уже назрел этот вопрос, и статьи, которые есть, они должны отредактироваться и дополниться. В школе, которой руководит Алла Александровна, свыше 300 учеников и более 60 единиц персонала. Но, несмотря на высокую занятость, она успевает координировать множество вопросов, касающихся как внутришкольной деятельности, так и общественных инициатив. Поэтому пункты, которые хотелось бы обсудить на Всебелорусском народном собрании – собирательное мнение жителей ее округа, всех горожан. Это и вопрос статуса государственного языка и внесения изменений в закон о семье и браке, о социальной ответственности за воспитание детей. Обращение, которое идет именно от жителей нашей Киевки – это внесение в закон семьи и брака. И я хочу сказать, вот эта статья в Конституции, которая есть, конечно, хотелось бы ее дополнить. Хотелось бы эту статью закрепить, что в семье должны быть и мать, и отец. Мы выступаем за то, чтобы дома семейного типа продолжали свою работу. И мы видим в этот результат. И результат, конечно, очень хороший, даже на примере нашего города. И в Ленинском и в Московском районе есть дома семейного типа. Мы видим результат, что дети, которые проживают не в интернате, а проживают в домах семейного типа, они имеют другой опыт социализации. Алла Александровна считает, что на законодательном уровне нужно определить роль местных органов власти. Хотела, чтобы в статью закона еще, наверное, и в Конституции это было бы отражено, больше дали прав местным органам власти. И однозначно, что на этом уровне у нас должны быть больше преференций, чем было ранее. Потому что на месте лучше видно и прекрасно можно эти все бюджеты распределить. И все, используя эту форму, конечно, воплотить больше возможностей для наших горожан. Стоит отметить, что в большом списке делегатов на 6-е Всебелорусское народное собрание люди разного возраста и социального статуса, работающие пенсионеры, студенты, руководители, госслужащие и представители коммерческих структур. Большой комплекс предложений от различных регионов уже направлен на рассмотрение депутатов Палаты представителей Национального собрания. А сама встреча состоится 11 и 12 февраля в столичном дворце республики.